В Атырау вот уже три года простаивает речной порт. Причина – обмеление устья реки Урал. Порт способен принимать до 15 тысяч тонн груза в год, но из-за мелководья на шельфе Каспия крупногабаритные грузы не могут заходить в гавань. Глубина устья Урала сейчас составляет всего лишь 20-30 сантиметров. На дно глубительной работы потребуется около 16 миллиардов тенге. Когда речной порт Атырау превратится в крупный логистический хаб, расскажет Алия Жамитова. В последний раз речной порт города Атырау принял крупногабаритный груз в 2020 году. И вот уже три года предприятие простаивает из-за обмеления устья реки Урал. Хотя перспективы развития предприятия очень грандиозные. Речной порт Атырау вполне бы мог превратиться в международный логистический хаб, позволяя этой территории мощности предприятия. С Атырауской областью готовы развивать бизнес России, Азербайджан и Иран. Вот только водные ворота нефтяной столицы уже три года как закрыты для крупных морских судов. Здесь у нас в порту территория позволяет для постройки складских помещений, овощехранилища, хранилища для мясных колбасных изделий, ну для продуктов питания. Порт располагает обширные территории для постройки вот таких вот складов. Нет воды на устье Урала-Каспийского канала. Там нужно проводить дноуглубительные работы. В свое время через речной порт Атырау поставлялось оборудование, необходимое для строительства крупных предприятий региона. А сейчас глубина морского дна не достигает и полуметра. Простой речного порта также является серьезным препятствием для развития рыбного хозяйства. В Акимате говорят, что разработали ПСД для дноуглубительных работ в устье Урала. Дно протяженностью 3,6 километра и шириной 40 километров планируется углубить до 3 метров. На эти работы выделят около 16 миллиардов тенге. Работу будут проводить в соответствии с прямым поручением президента страны, а средства выделены из резерва правительства. В настоящее время в Атраусской области ведется строительство сразу трех заводов по производству полиэтилена, бутадиена и переработке газа. Речной порт помог бы сэкономить время и средства на перевозке необходимого крупногабаритного оборудования в регион. По мнению экспертов, работы по дноуглублению Урала влетят правительству в копеечку. 16 миллиардами здесь не обойтись. Затраты очень большие. Мы даже не представляем, если реально, сколько это будет стоить. А учитывая то, что на следующий год министерство финансов еще больше распечатало национальный фонд, я думаю, средства ограничены. Поэтому, я думаю, здесь надо все-таки больше считать и точно выбирать, куда вкладывать деньги. Эксперты уверены, водное сообщение помогло бы в разы сэкономить время и деньги предпринимателей на перевозке товаров. Пока же основной грузопоток в Атрау проходит через еще недостроенную трассу Астрахани-Атрау. Дорогу, кстати, обещают сдать в эксплуатацию в конце года, во что местное население также мало верит. Алья Жамит, Вазельхан Уахейтов, Атамикен, Бизнес Атырау.